В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги первого рабочего дня. О самых важных событиях этого понедельника и прошедших выходных вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». И вот некоторые темы выпуска. Преображение площади Ленина. Чем может обернуться проект реконструкции для города? Транспортная карта «Умка». Действительно ли она упрощает процесс оплаты? Пожар на улице Интернациональной. Есть пострадавшие. Пожалуй, самой обсуждаемой после окончания новогодних праздников стала тема возможного масштабного благоустройства и реконструкции площади Ленина. Соответствующий проект был размещен на сайте городской администрации. В его обсуждении предложили поучаствовать рязанцам. Какой же видят площадь Ленина разработчики проекта и почему не все согласны с таким вариантом реконструкции? Расскажем далее. Вот так должна и может выглядеть площадь Ленина в скором будущем, считает группа разработчиков ее реконструкции, в числе которых и архитектор Илья Стюхин. Согласно проекту, изменения коснутся не только самой площади, но и пространства вокруг. Например, улиц Краснорядская и Кольцова. Разработчики хотят освободить их от транзитного транспорта. Мы стоим на том самом месте, где исторически проходила улица Горького, которая раньше называлась Мясницкая. Она проходит ровно по правую руку от нас. Таким образом, мы можем вывести автомобильный транспорт напрямую на Первомайский проспект, сократить его присутствие на площади, не теряя при этом пропускную способность. Восвобождаемое пространство, которое находится перед памятником, которое находится перед торговыми рядами, должно быть задействовано и благоустроено. Также разработчики планируют расширение сквера на улице Краснорядской за счет оптимизации ширины проезжей части. Ну, а на освободившемся пространстве, по мнению авторов проекта, можно обустроить сухой фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Добавить озеленение, скульптуры, лавочки, а также поставить малую сцену, на которой могли бы проходить различные мероприятия. Все это, отмечает Илья, повлечет за собой развитие малого бизнеса и, что самое главное, вновь сделают площадь Ленина главной площадью города, каковой она и была, как в дореволюционное время, так и в советское. Здесь гораздо более приспособленная инфраструктура, как с точки зрения доступа людей, так и с точки зрения близости пространств для рекреации. Это городские парки, это Лыбецкий бульвар, это улица Почтовая. Конечно, площадь Ленина – главная площадь города, просто сейчас она не используется в таком статусе. Вот что думают о подобных изменениях сами горожане. Ну, конечно, нужно, чтобы город был красивый, чтобы приятно было прийти сюда, а то и тут машины, и тут машины. Даже очень интересно, давно пора здесь что-нибудь интересное придумать, про пешеходные дорожки, велодорожки. Я как бы думаю, что да, потому что не очень удобно вечером, допустим, по Почтовой, если можно пройтись, то здесь, ну, постоянно натыкаешься на машины, тем более, если родители с детьми, то, мне кажется, в Рязани очередной парк бы не помешал, тем более, таких масштабов в центре города. Действительно, многие горожане проект одобрили. Однако нашлись и те, кто выступил против. Среди них автомобилисты Рязани, которые озабочены сокращением парковочных мест, а также вероятностью еще большего затруднения движения по центру города. При всем этом стоит учитывать, что в большинстве своем рязанцы не являются профессионалами и выступают за изменения или против них, не углубляясь в изучение всех нюансов. А таковых архитекторы с опытом видят немало. Так, Константин Камышанов отмечает, что, например, озеленение, которое предполагается сделать согласно проекту, попросту невозможно из-за проходящих под землей коммуникаций. И вообще, подобные проекты, по словам Константина Камышанова, должны разрабатываться при участии урбанистов, которые проводят анализ всего города как единого организма. Но таких специалистов в Рязани, к сожалению, нет. Мы должны прозонировать город и должны понять, где у нас зона фитнеса, где у нас зона бизнеса. Потому что, если в зоне бизнеса будет заниматься фитнесом, ну, это получится, наверное, какая-то каша. Или в Кремле мы будем устраивать велогонки, это тоже будет неправильно. То есть, поэтому город должен быть прозонирован. Он у нас функционально не зонирован ни кем. То есть, нет идеи города. В этой идее города, я думаю, было бы правильно еще взять, ну, сколько у нас есть площадей и понять их функциональное и какое-то такое эстетическое назначение. Кроме того, Константин уверен, идея изначально не верна. Площадь Ленина, несомненно, должна измениться и стать знаковой для горожан. Но не в плане появления еще одного места для увеселения с многочисленными кафе и фонтанами. Идея должна быть глубже. И, по мнению архитектора, построить ее стоит не вокруг личности политического деятеля, а чего-то более значимого для города. Предположим, мы себя позиционируем культурной столицей, поэтийской столицей России. Все-таки Есенин – это величина, которая, может быть, уступит только Пушкину, и, в общем, наверное, с ним никто не сравнится. И я поэтому, может быть, мы могли избрать, что мы там поэтийское сердце России. И форма этой площади могла быть подогнана вот именно под какую-то лирику Рязанской области. И хотя мнение горожан по данному вопросу, несомненно, важно принимать, решение должны все-таки специалисты, которые точно могут сказать, насколько реально воплощение в жизнь той или иной идеи. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Система под названием «Умный транспорт» стала функционировать в городе несколько лет назад. И карты под названием «Умка» появились для того, чтобы упростить процесс оплаты проезда. Сейчас они полностью заменили проездные билеты. Терминалами оплаты оснащен весь муниципальный транспорт и лишь 40% маршрутных такси. Что делать, если вы купили карту «Умка», а коммерческого транспорта с терминалом оплаты в вашем районе нет? Ответ на этот вопрос знает Валерий Седов. Билетом удобное, практичное, вот только работает не во всех районах. Если в центральной части города ею можно оплатить проезд практически в любом общественном транспорте, то уже на окраине сделать это становится проблематично. Или вовсе нереально. Так случилось и у пенсионерки Нины Гониной. Карту «Умка» она купила всего месяц назад и уже сразу столкнулась с проблемой. Выяснилось, что транспортная карта «Умка», которую пользуются вообще горожане, на наших маршрутах не обслуживается. К ее дому на улице Песочинской едут только три маршрута коммерческого транспорта. 53-й, 66-й и 96-й. И терминалов оплаты нет ни в одной машине. Нина Гунина спрашивала об этом и водители, и их начальство. Но ответ всегда один. Обращалась в транспортную компанию ИП Глебов. Мне ответили, что в общем-то не пользуемся картой, потому что не разрешает администрация. Какие-то административные препоны. Нина Ивановна ездит на маршрутных такси каждый будний день. Для того, чтобы облегчить процесс оплаты, она и приобрела карту «Умка». Вот только легче от этого не стало. Нина Гунина не единственный человек, который столкнулся с такой проблемой. В домах на Песочинской улице живет еще много людей, для которых транспортная карта стала просто лишней. Кроме маршрутных такси, никакой другой транспорт здесь и не ездит. Однако и водители коммерческого транспорта не смогли дать точного ответа, почему терминал оплаты у них нет. Тем не менее, один из водителей поспешил обнадежить. Говорит, что терминалы на их маршруте в скором времени появятся. Скоро уже будут у всех, конечно. Но сказали, уже покупали некоторые, терминал покупали. Скоро у всех, наверное, будут. На данный момент неизвестно, решится ли проблема с транспортной картой или нет. Вину за это всевозможные инстанции перекладывают друг на друга. А обычным гражданам приходится мириться с последствиями. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 21 января около 10 часов утра на улице Интернациональной произошел пожар в жилом доме. Горела трехкомнатная квартира. Есть пострадавшие. Чрезвычайная ситуация осложнилась еще и тем, что подъехать к дому на пожарной машине было практически невозможно. К счастью, людей удалось спасти. На месте трагедии побывал Валерий Седов. В 10 часов 10 минут на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре. Горела жилая квартира на улице Интернациональной в доме 15Б. В помещении находилась семья из трех человек. Ребенку всего три года. Пожар начался, когда семья еще спала. Огонь перекинулся с холодильника, который стоял в коридоре, на все помещение. Выход из квартиры был заблокирован. Высота 4 этажа. До прибытия пожарных граждане, наверное, проживающие в этом доме, они спасли ребенка, который там находился как раз с родителями трехлетней, с помощью одеял. То есть жители растянули одеяло, и отец ребенка, в общем-то, сбросил на это одеяло. И очень удачно, в общем-то, ребенок не пострадал совершенно. Жизни двух людей по-прежнему были в опасности. И хоть пожарные службы прибыли за считанные минуты, они столкнулись с большой проблемой. Весь двор был заставлен автомобилями. Подъехать к месту пожара не представлялось возможным. Медлить было нельзя. Начальник караула делает выбор воспользоваться переносной лестницей. Решение оказалось верным сразу же по нескольким причинам. Пожарный расчет пробовал попасть к очагу пожара и с другой стороны. Но здесь их ждала новая проблема. Забор закрытый на замок. Так что остался единственный вариант с использованием переносной лестницы. К счастью, все закончилось хорошо. Наши ребята приехали, в принципе, быстро. И граждане помогли, ребенка спасли. Потушили пожар. Буквально 10.35 уже была ликвидация. Вопрос о загромождении дворовой территории автомобилями не раз поднимался и службами спасения, и администрации города. По словам сотрудников МЧС, уже несколько лет проводятся профилактические мероприятия, но пользу они приносят минимальную. Для подобных случаев в законодательстве Российской Федерации предусмотрены поблажки для экстренных служб. С законодательством у нас есть закон о пожарной безопасности 69. Там прописано, что пожарные могут наносить вред имуществу, в том числе автомобилям, если это необходимо для спасения жизни людей. То есть, по сути, пожарный расчет может самостоятельно принять меры, растаскивать эти машины любыми способами, если это необходимо для спасения людей. Вторую проблему также не оставят без внимания. Это закрытый на навесной замок забор, который мешал въезду автомобилей экстренных служб. По нормам действующего законодательства должен быть, конечно же, обеспечен в случае чрезвычайных ситуаций беспрепятственный, ну так скажем, подход, подъезд, в том числе транспортных средств оперативных служб для выполнения поставленных задач. Ну, почему этого не было сделано, я думаю, это как раз надзорный орган в этом разберется и примут соответствующее решение, выводы, если необходимо, то предписание в данном случае либо управляющей компанией, либо ТСЖ, в зависимости от того, кто обслуживает дом. Говорить хорошо то, что хорошо кончается, здесь неуместно. Проблема есть, и к тому же стоит она очень остро. И вновь стоит задать очень важный вопрос. Неужели должна произойти трагедия, прежде чем мы начнем думать о собственной безопасности? Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Рязанский областной суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Касимова в тройном убийстве. Своё первое преступление обвиняемый совершил ещё в 2014 году. Однако поводом для возбуждения уголовного дела стало убийство 14-летнего подростка. Подробности в материале наших коллег из Касимова. В июне прошлого года в Касимове пропал 14-летний подросток. Следователям удалось установить, что к его исчезновению причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгина Касимовского района. В ходе допроса он признался, что задушил мальчика, расчленил труп и жёг в печи, выкинув останки на территории кладбища. На этом жуткая история не закончилась. Рядом с домом обвиняемого следователи обнаружили закопанные останки ещё двоих мужчин. Обвиняемый признался, что с первой жертвой он расправился в 2014 году. Ложно завёл его в помещение кухни своего дома. Затем под предлогом, что ему необходимо посмотреть, закрыта ли дверь, которая ведёт в дом, вышел на территорию террасы, закрыл дом, чтобы в момент убийства его действия никто не наблюдал, срезал бельевую верёвку. Затем он вернулся в помещение кухни, где уже напал на нашего погибшего, избил его, тем самым повалив на пол и уже потом накинул петелью на шею заранее приготовленную, удушил, хотя тот сопротивлялся долго, но наш обвиняемый был намного физически сильнее. Срезать вторую бельевую верёвку мужчина решил спустя два года. После распития спиртного между знакомыми произошёл конфликт, после чего, следуя привычному сценарию, обвиняемый задушил и закопал жертву. Поскольку родственники второго погибшего имели мусульманские корни, и он об этом знал наш обвиняемый, он также в такое же время, на следующий день, под покровом ночи, выкопал яму, но уже погибшего захоронил, как положено в мусульманских традициях положение сидя, и закопал на свою территорию. Почему он не закопал ребёнка, если вы спросите, на территории своего домовладения? Как он объяснял, у меня не хватило мест. А портить корневую систему плодовых деревьев, которые произрастали у меня на территории домовладения, он не хотел. В рамках расследования уголовного дела проведено порядка 70 экспертиз. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан полностью вменяемым. Ну, задавался ему вопрос о том, жалеет ли он, раскаивается ли он. Он говорит, да, с какой-то степени я раскаиваю, что я совершил убийство этих людей, но в то же время, если бы двое из них не пришли, это последний погибший и первый погибший, да, как я говорил вам уже, что они пришли первой с целью разбить спиртное, например, несовершеннолетний с другой целью пришёл, то бы я бы их не убивал. То есть он считал, что это не его вина, да, но что случилось, да, он виноват, конечно, но что поводом, что они пришли к нему в дом, если бы они не пришли, то бы он это не сделал. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ежегодная общероссийская общественная премия «Щиты розы» была учреждена в 2008 году. Эта высокая награда присуждается лучшим сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга. В этом году одной из участниц стала сотрудница главного управления МЧС России Паризанской области. Пожарно-спасательная служба. Здравствуйте, что у вас случилось? Маргарита, глаза и уши Рязанской спасательной службы. Терпение, чувство сострадания, умение оказать поддержку в сложной ситуации. В её работе должны сочетаться с быстротой, реакцией, выдержкой и стрессоустойчивостью. Это все те качества, которыми должны обладать диспетчеры службы 01. Девушка рассказывает, что сама хотела всегда стать психологом спасательной службы, но после окончания института предложили работу диспетчера. На службе она уже 8 лет. В коллективе ценят и уважают. От действия Маргариты Викторовны зависит время прибытия нашего подразделения и спасенные человеческие жизни. Для обыкновенных людей её работа кажется несложной и монотонной. Но на самом деле от скорости принятия решений зависит, насколько быстро. Приедут на место ЧП пожарные и спасатели. Работа очень сложная в плане эмоциональном, потому что каждый вызов принимаешь очень близко к сердцу, особенно если есть люди, если это жилой дом, если есть дети маленькие. Несмотря на непростой график, Маргарите удается совмещать работу с танцами. Её коллектив выступает на престижных фестивалях и благотворительных концертах. А мужественная и тревожная профессия не отнимает у неё красивые мечты и увлечения. Это фотография и изучение французского. Девушка мечтает побывать в Париже. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». В субботу 20 января в Рязани заработали ещё два катка, открытия которых так долго ждали рязанцы. Теперь покататься на коньках можно на площади Победы и на Московском шоссе. Ледовые площадки на площади Победы и Московском шоссе работают каждый день. Вход на них абсолютно бесплатный. С трёх часов дня до восьми вечера по будням и с 12 до 20.00 по выходным на катках звучит музыка. Рядом работают пункты проката коньков, ярмарочные домики, где можно приобрести горячие напитки и выпечку. Кроме того, по выходным все посетители катков могут поучаствовать в развлекательных программах. В ближайшие дни, по информации администрации города, планируется открыть ещё одну ледовую площадку на Лыбецком бульваре. Правда, судя по её состоянию на сегодняшний день, произойдёт это не скоро. А тем временем стоит поторопиться. Погода непредсказуема, а насладиться зимними забавами всё-таки хочется успеть. Куда пойти выходной день в Рязани зимой? Многие предпочитают прогулку по торговому центру. Между тем, не секрет, что в городе торговых площадок в избытке, а современных спортивных комплексов не хватает. Альтернативу шопингу и времяпрепровождению за компьютером или перед экраном телевизора предлагает спортивный комплекс Нити-Арена. На сегодняшний день он наглядно показывает, каким должен быть современный спортивный объект. Как сделать выходной день полным ярких впечатлений, знает Алёна Куколева. Найти развлечение на один выходной или увлечение по жизни предлагает спорткомплекс Нити-Арена. За активным отдыхом сюда идут как дети, так и взрослые. В первую очередь в Нити-Арена расположен единственный в городе крытый футбольный манеж. Есть футбольная школа с профессиональным тренером. Дети, вот как я вижу, начинают уже лет от трех заниматься. Есть и постарше, есть даже девчонки. Если серьезный спорт пока не интересен, весело и активно провести время можно в батутном центре. Здесь всегда можно получить то самое ощущение счастья и для ребенка, и для взрослого. А тем, кто любит поострее, стоит заглянуть в центр по спортивному метанию ножей. Здесь попадать в цель учат профессионально. Для кого-то это спорт, для кого-то это способ расслабиться после работы, просто как снятие стресса. Многие ходят женщины, просто пришли, покидали, успокоились. Для семейного отдыха лазертак, игра, которая чем-то напоминает пейнтбол, но без синяков и краски. Стрельба ведется лазерными бластерами в специальном лабиринте, стилизованном под космическую базу. У вас есть лазерный бластер, который стреляет. Есть датчики поражения, вот они здесь. Соответственно, если вдруг происходит попадание, то этот бластер сообщает, что я ранил. Любители скейтбордов и велосипедов зимой тоже не скучают. В Нитеарена работает профессиональный скейт-парк. Такого в Рязани на улице не найти даже летом. Во-первых, это зрелищно, во-вторых, каждый трюк дается с трудом, и дети, они преодолевают себя каждый раз, им это нравится, они соревнуются, конкурируют между собой. В Нитеарена скучно не бывает. В прошедшие выходные на площадке комплекса прошел фестиваль по брейк-дансу. Более ста любителей этого модного течения приехали из разных городов, чтобы показать себя в мастерстве уличного танца. Кстати, в этом году брейк-данс включили в программу юношеских олимпийских игр 2018 года. Брейкинг очень популярен и, в принципе, многогранен, потому что он, ну мы смотрим на всех детей, которые танцуют сегодня, они, каждая личность, каждый индивидуален. Копирок нет, нет вот этого инкубатора, как во многих видах спорта и так далее, нет определенных критериев. Среди участников соревнований, вытворяющих трюки на голове, не уступают ребятам и девчонке. С самого детства я как бы больше проводила время с мальчиками. И тут я увидела, как на улице просто джемят ребята, мне так понравилось, и я решила тоже этим заняться. Еще в Нитеарене можно отдохнуть в сауне, сыграть в сквош или большой теннис, посетить клуб виртуальной реальности и даже небольшой зоопарк. Найти развлечение по душе здесь может каждый. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова